В правовом государстве взаимоотношения в обществе должны основываться на законе. Знание закона – это обязательное условие нормального существования государства и общества. В условиях объективного наличия постоянных изменений в российском законодательстве многим специалистам просто необходим непрерывный доступ к актуальной правовой информации. Сегодня проблема правового информирования успешно решается благодаря разработке и массовому распространению в сети интернета как порталов правовой информации на всех уровнях государственной власти, так и современных компьютерных справочных правовых систем, которые отвечают следующим основным требованиям, предъявляемым в современных условиях к уровню обеспечения правовой информации – полноте, актуальности, доступности, оперативности получения новой информации и возможности эффективного поиска. Справочная правовая система – это полная систематизированная и оперативно обновляющаяся информация по законодательству и компьютерные средства доступа к ней. Компьютерная справочная правовая система – это программный комплекс, включающий в себя массив правовой информации и программные инструменты, позволяющая специалисту работать с этим массивом информации, то есть производить поиск конкретных документов или их фрагментов, формировать подборки необходимых документов, выводить информацию на печать и так далее. Компьютерные справочные правовые системы появились еще во второй половине 60-х годов, прошлого века по мере развития современных технологий и систем телекоммуникации. Их развитие было обусловлено тем, что обычным библиотекам было уже не по силе собирать, хранить и систематизировать огромное количество материалов. Первоначально справочная правовая система создавалась в основном в виде электронных картотек, своего рода грандиозных электронных каталогов. Они давали возможность найти все сведения о реквизитах документов, интересовавших пользователя – названии, номера, дате издания, принявшем органе и т.д. С помощью полученных библиографических реквизитов уже в то время можно было быстро отыскать печатное издание, в котором был опубликован необходимый материал. В настоящее время все экономически развитые страны имеют справочные правовые системы. По некоторым оценкам, сейчас в мире насчитывается более сотни подобных систем, которые обеспечивают возможность многим тысячам пользователей получать правовую, справочную, техническую и новостную информацию даже по обычному мобильному телефону. Первой в Европе электронной картотекой для компьютерного поиска правовой информации стала бельгийская система Credec, заработавшая в 1967 году. Система была создана совместными усилиями университетов Бельгии и Бельгийского союза адвокатов и нотариусов. В информационный банк системы вошли данные о документах внутреннего и международного права, а также о парламентских материалах. Однако Credec не предполагала прямой связи пользователя с информационным банком для получения интересующих его данных, пользователю необходимо было обратиться в специальное информационное бюро. Оттуда и приходил ответ, причем срок его ожидания мог составлять до 8 дней. Первая полнотекстовая справочная правовая система Lexis была создана в 1973 году в США малоизвестной фирмой Meet Data Central. Разработка справочной правовой системы Lexis началась в 1967 году в США с соглашениями между коллегией адвокатов штата Агайо и фирмой Data Corp. В отличие от электронного каталога Credec, американская система позволяла находить не только тексты документов, но и дополнительную информацию к ним, а также работать с текстами документов. Оказалось, что спрос на подобные системы огромен, и спустя два года в 1975 году крупнейший издатель юридической литературы в США компания West Publishing выпустила еще одну систему под названием Wistlow. А в 1977 году на базе справочной правовой системы Lexis была основана американская компания LexisNexis, которая сегодня считается крупнейшей в мире онлайн-библиотекой юридической, архивной и деловой информации, офисы которой открыты в 100 странах. База данных материалов СМИ и бизнес-информации nexus.com собирается из более чем 35 тысяч источников, среди которых есть практически все крупнейшие общие информационно-периодические издания международного значения, а также значительное количество отраслевой периодики. Компани Дозьера – справочник по компаниям, представляющим информацию об акционерах и бенефициарах, финансовых показателей, руководстве, товарных знаках, конкурентной среде и коллекционирующие упоминания в новостях. Encyclopedia of Forms and Precedents – сборник из более чем 12 тысяч судебных претендентов Великобритании, от покрывающих сферы, такие как земельное право, торговое право, завещание, трастовое право, семейное право. Данный сборник также включает контрольные списки, процедурные таблицы и руководство по регистрации земли, гербовому сбору и налогу. Total Patent – реферативные данные из 96 патентных источников и 27 полнотекстовых патентных баз. В данном банке имеется информация о более 6,5 миллионах патентов, поданных в Бюро патентов США с 1975 года. На сегодняшний день классификаторы LexisNexis на английском языке имеют свыше 1600 разделов по бизнесу и более 4000 по юридическим вопросам. LexisNexis обслуживает более 1,8 миллиона зарегистрированных клиентов, ежедневно обрабатывая 400 тысяч запросов. Вся информация платная. Сегодня LexisNexis является первой и крупнейшей в мире полнотекстовой онлайновой информационной системой, интегрирующей в себе более 300 баз данных, содержащих сведения о десятках миллионов компаний. Ее информационные массивы содержат более 2,5 миллиардов документов с глубокими архивами, причем каждую неделю к ним добавляется еще 14,7 миллионов новых документов из более чем 24 тысяч информационных источников. В базах данных LexisNexis можно найти финансовые отчеты и прогнозы о компаниях во всем мире, аналитические исследования по странам и регионам, законы, дела из судов и другую юридическую информацию. Данные из LexisNexis также могут быть использованы для проверки финансовой состоятельности компаний, сбора информации для ведения переговоров, мониторинга новостей по профилю компаний, анализа инвестиционных проектов, маркетинговых исследований и многого другого. Исследовательский онлайн-сервис WeSlow International широко используется экспертами в области права, учеными и студентами в более чем 60 странах мира. Он создан на базе обширной глобальной библиотеки, включающей в себя самую актуальную правовую, новостную и деловую информацию с возможностями быстрого поиска необходимых данных. WeSlow содержит прецедентное право из наиболее авторитетных британских источников и более 350 тысяч материалов рассмотрения дел в судах, которые включают протоколы судебных заседаний, начиная с 1220 года. Свод законодательства, начиная с 1267 года с ежедневными обновлениями, книги и обзоры по широкому спектру тем, полный текст более чем 100 журналов и доступ к отраслевым обзорам, обобщающим информацию из более чем 1 миллиона журналов профессионального реестра юридических изданий, национальные, региональные, международные, новостные и деловые обзоры, международная правовая информация и документы ИСИ. WISLOW China создан специально для экспертов в области китайского права и содержит структурированную правовую информацию, нормативные акты и решения судов материкового Китая с целью предоставления пользователям удобного доступа к правовой информации с расширенными инструментарием и функционалом. WISLOW Академикс – справочно-правовая система WISLOW Академикс компании Thomson Reiter. Решение справочно-правовой системы WISLOW Академик используется более чем в 60 странах. WISLOW Академикс представляет информацию по следующим разделам «Прецедентное право и судебная практика», «Основные законодательные акты», «Эксклюзивные аналитические материалы». В июле 1975 года руководство Советского Союза приняло решение о развитии правовой информации. В рамках реализации этого решения в 1976 году при Министерстве юстиции был создан Научный Центр правовой информации НЦПИ. Основной задачей Центра стала разработка справочных систем и государственный учет нормативных актов. Однако пользоваться информационной базой НЦПИ могли лишь отдельные министерства, ведомства и государственные научные организации. Широкий же доступ к информации был исключен. Одним из первых разработками информационно-сервисных программных комплексов, обеспечивающих доступ организации граждан к правовой информации, стало заниматься научное производственное объединение «Вычислительная математика и информатика», которое было создано в 1989 году сотрудниками и выпускниками факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова. В 1990 году была создана справочная правовая система «Гарант». В начале 1992 года от НПО «ВМИ» отделилась фирма НПП «Гарант Сервис», которая продолжила развитие СПС «Гарант». В январе 1992 года НПО «ВМИ» приступила к разработке проекта «СПС Консультант Плюс» и уже в середине 1992 года началось ее массовое производство и распространение. Работа по созданию справочной правовой системы велась и в Санкт-Петербурге. В декабре 1991 года государственное предприятие Центра компьютерных разработок выпустило информационную правовую систему «Кодекс». По структуре «Кодекс» представляла собой совокупность программного комплекса и набора баз данных. Первая версия распространялась одной базой данных, содержавшей нормативные документы России и Санкт-Петербурга. Основные причины интенсивного развития в России компьютерных технологий, направленных на правовую информацию. Первое – это стремительное совершенствование и удешевление персональных компьютеров. Второе – большое количество принимаемых ежегодно нормативных и иных правовых документов. Третье – растет число связанных с обращением к правовой информации практических задач и направлений, эффективное решение которых возможно лишь при использовании компьютерных справочно-правовых систем. В настоящее время на рынке справочно-правовых систем работают довольно много компаний-создателей справочно-правовых систем и очень большое число сервисных фирм, осуществляющих поставку и текущее обслуживание компьютерных справочно-правовых систем. Степень распространенности программных продуктов той или иной компании на российском рынке точно оценить не представляется возможным, а данные, иногда публикуемые самими компаниями, могут быть довольно субъективными. Тем не менее, среди частых компьютерных фирм, создающих и распространяющих справочно-правовых систем, можно выделить несколько наиболее распространенных и популярных компаний. Это «Консультант Плюс», это научное производственное предприятие «Гарант Сервис», это «Центр компьютерных разработок» и «Референт Сервис». Особенности российских справочных правовых систем. Уникальность программных технологий и схем сервисного обслуживания российских справочно-правовых систем состоит в том, что в них почти не используются готовые технологические решения и не повторяется чей-либо зарубежный опыт. Это связано с такими особенностями, как специфическое развитие информационно-телекоммуникационных технологий для оперативного предоставления всем пользователям доступа к большому числу новых документов на огромной территории нашей страны. При этом следует отметить, что жесткая конкуренция отечественных компаний и активное развитие справочно-правовых систем на протяжении почти 10 лет обеспечили эффективность информационного сервиса и вывели его на новый мировой уровень услуг в этой области. Система «Консультант Плюс» содержит огромный массив информации, 145 миллионов документов. Система охватывает федеральное законодательство, региональное законодательство 85 субъектов Российской Федерации, материалы судебной практики, авторские консультации по бухгалтерскому учету, налогообложению, комментарии законодательства, международные правовые акты, документы по строительству, законопроекты и многое другое. Система содержит целый ряд фирменных аналитических материалов собственной разработки. Это готовые решения, путеводители, типовые ситуации. В них специалистам предлагается полная и развернутая информация по каждому конкретному вопросу. Тематика консультаций охватывает налоги, бухучет, кадры, судебную практику, договоры, корпоративные споры, споры в сфере закупок, контрактную систему, госуслуги для юридических лиц и бюджетный учет. Консультации написаны лаконично, понятным языком. Информация в них структурирована, чтобы ее было легче считывать. Пользователи системы – это юристы, бухгалтеры и другие финансовые специалисты бюджетных, медицинских и строительных организаций, специалисты по закупкам, кадровые специалисты и руководители. Систему «Консультант Плюс» можно настроить под задачи каждого пользователя. Для каждого из них разработан свой профиль, в котором есть своя стартовая страница, лента новостей, специальные подсказки и результаты поиска. Систему активно используют также руководители организаций, сотрудники государственных органов и бюджетных организаций, ученые и студенты. Возможности справочной правовой системы «Консультант Плюс» активно используются в администрации президента Российской Федерации, правительстве Российской Федерации, Государственной Думе, министерствах и ведомствах, в налоговых инспекциях, в таможенных органах, вузах и банках, на предприятиях всех форм собственности и направлений деятельности по всей России. Сервисная поддержка. Поддержку пользователей обеспечивает крупнейшая сервисная сеть, 300 региональных информационных центров, расположенных в крупных городах, и более 400 сервисных подразделений в небольших населенных пунктах. Сервисный «Консультант Плюс» — это онлайн-консультации по работе с системой, горячей линией заказа документов, обучение «Консультант Плюс», семинары по самым актуальным темам и многое другое. Все это доступно пользователям «Консультант Плюс» на всей территории страны. Компания «Консультант Плюс» активно развивает сайт «Консультант Плюс» надежная правовая поддержка, которая обеспечивает свободный доступ интернет-пользователей к актуальной информации в разделах, правовые ресурсы, некоммерческие интернет-версии, о компании и продуктах, купить систему, пробный доступ, региональные центры. Сайт «Консультант Плюс» студенту и преподавателю — эта информация сайта предназначена в первую очередь для студентов и преподавателей российских вузов, а также сотрудников библиотек. Там представлены информация о сотрудничестве «Консультант Плюс» с учебными заведениями и библиотеками, учебно-методические материалы «Консультант Плюс» для студентов и преподавателей, анонсы и отчеты о мероприятиях учебного центра, полезные интерактивные сервисы, системы «Консультант Плюс» для различных специалистов, такие как «Консультант Бизнес» версия проф, «Консультант Бюджетной Организации» версия проф, «Консультант Юрист» версия проф, «Консультант Бухгалтер» версия проф, «Консультант Бюджетной Организации», «Консультант Юрист», Консультант Бизнес. Мобильные приложения Консультант Плюс – это круглосуточный оперативный доступ к наиболее востребованной правовой информации, кодексам Российской Федерации, основным правовым актам федерального законодательства, а также к обзорам новых документов и справочным материалам. Это мобильное приложение Консультант Плюс Студент, а также мобильное приложение Консультант Плюс Основные Документы. Мобильные приложения позволяют поставить закладки на любой документ и его части. Документы с закладками сохраняются в разделе «Избранные» и доступны без интернета. Вся информация ежедневно обновляется. Изменения сохраненных на устройстве документов загружаются автоматически. Мобильные приложения доступны для iPhone, iPad и Android. Мобильное приложение Консультант Плюс Студент содержит правовую информацию, системную практику, консультацию, а также более 170 современных учебников по праву, финансам, экономике и бухучету. Мобильное приложение Консультант Плюс Основные Документы – это круглосуточный оперативный доступ к Кодексам РФ, основным правовым актам федерального законодательства, а также к обзорам новых документов и справочным материалам. Вся информация в системе Консультант Плюс достоверна и надежна. Нормативные акты поступают из официальных источников на основе прямых договоров об информационном сотрудничестве. Кроме того, налажены тесные связи непосредственно со специалистами Минфина, ФНС, России и других государственных органов, а также с независимыми экспертами и профессионалами, которые специально для справочных правовых систем готовят авторские комментарии, разъяснения и статьи на актуальные темы. Помимо совершенствования возможности работы с документами, компания Консультант Плюс уделяет большое внимание развитию программных технологий. Современная программная платформа Консультант Плюс обеспечивает оперативное за несколько минут обновление информации в системе, высокое быстродействие всех операций с базой данных как при поиске документов, так и при построении списков связанных между собой документов, а также целый ряд других сервисных возможностей и настроек. Сегодня компания Гарант – одна из ведущих информационных компаний России. Она является разработчиком компьютерной правовой системы Гарант и комплекса информационно-правового обеспечения. Информационно-правовой портал Garant.ru предлагает пользователю новые документы и новости по рубрикам судебная практика, налогиевых учет, бизнес, практика, труд, социальная сфера, ЖКХ, образование, транспорт, общество, IT, профессия, проверки, бюджетный учет. При помощи Гаранта свои задачи решают сотни тысяч специалистов по всей стране. Доступ к открытым информационно-правовым ресурсам поддерживаемой компании имеет миллионы граждан. Компании реализованы инновационные решения с применением новейших компьютерных технологий, интернета, мобильных устройств, интерактивного формата представления данных, спутниковых технологий. Это позволяет всем, кому необходима правовая информация, быстро и точно находить ее, будучи при этом в любой точке страны. В систему Гарант входит энциклопедия решений, энциклопедия судебной практики, домашняя правовая энциклопедия, путеводители, калькуляторы, ответы правового консалтинга Гарант, конструктор правовых документов, формы документов. Также в систему Гарант входят календари, новости Prime, справочная информация, схемы. Специальные базы данных Гаранта включают архив судебных решений, архив муниципальных актов, legislation of Russia in English. Наполнение информационного банка системы Гарант определяется индивидуально в зависимости от информационных потребностей каждого заказчика. При этом используется универсальная программная оболочка, а все пользователи взаимодействуют с системой посредством общего единого для всех интерфейсов. Справочная правовая система – это компьютерное приложение, содержащее полную систематизированную и оперативно обновляемую информацию по законодательству, а также программные средства поиска, анализа и обработки этой информации. Основными компонентами справочной правовой системы являются информационный банк, содержащий тексты документов и вспомогательную информацию, а также программная оболочка, предоставляющая сервисные средства работы с информационным банком. На сегодняшний день сложились следующие стандарты действительно хорошего сервиса по обслуживанию компьютерных правовых систем. Это бесплатная демонстрация системы в офисе заказчика квалифицированным специалистам. Это гарантии стабильного информационного сопровождения систем на компьютере пользователя. Это обучение пользователя и его консультирование в сложных ситуациях. Это техническая поддержка систем на компьютере пользователя, восстановление их после аппаратных сбоев. Это возможность заказа отдельных документов, не входящих в комплект поставки для пользователя.